Доброе утро, дорогие друзья! Снова у нас недельная глава ВАИ ГАШ. Среда. Итак, глава действительно потрясающая. Давайте две вещи разберем. Все происходящее имеет свою причину, независимо от того, можем ли мы ее определить. Так устроен этот мир. Вся эта история с продажей Йосифа, другое там, что происходило, для современников выглядит очень уж очень, мягко говоря, нелепо. И тут нам раскрывают тайну, которую, впрочем, могли бы и сами мы увидеть в течение своей жизни. Давайте сформулируем ее. Настоящее далеко не всегда определяется текущими событиями. Более правильное, более целостное понимание тех или иных событий приходит к нам позже. Каббала объясняет, что идея раскрывается в словах, в Торе, обращенном к Маше. Ты можешь увидеть меня только сзади. Это означает, чтобы увидеть присутствие Бога в твоей жизни, надо просто оглянуться в прошлое. Я думаю, что очень многие из нас, если правильно смотрятся в прошлое, увидят его руку, увидят его помощь, увидят вообще его пути. Йосиф помогает своим братьям пересмотреть их память о прошлом. При этом он бросает вызов одному из наших самых фундаментальных предположений о времени. До сих пор мы считали, что мы можем изменить только будущее. Мы не можем изменить прошлое, так считалось. Но так ли это на самом деле? Йосиф, всю эту историю устроив с братьями, делает то, что он сделал, в общем-то, и для себя. События изменили его понимание прошлого. А когда ты меняешь понимание прошлого, ты меняешь прошлое. Это значит, что мы не можем полностью понять того, что с нами происходит сейчас, пока не обернемся назад и не увидим, с чего начиналось, как обернулось. Это означает, что мы не находимся в плену прошлого. Это немножко сложно. С нами могут произойти вещи, возможно, не столь драматичные, как с Йосифом, но которые могут полностью изменить то, как мы смотрим на прошлое. Действуя сегодня и в будущем, мы можем искупить и изменить прошлое. И в первую очередь, не меняя его так формально, а меняя наши отношения и меняя взгляды. Это меняет прошлое. Да, человек может изменить прошлое. Еще одна важная вещь на этой недельной главе, если посмотреть, написана такая фраза «И не могли братья ответить ему, потому что испугались». Из строк Торы мы видим, что задумавшись над бедами, постившими их в Египте, на вет с Йосифа заключение в тюрьму и так далее, братья пришли к выводу, что продажа Йосифа была ошибкой. Дело в том, что братья выстроили целую теорию, согласно которой продажа Йосифа была оправдана законом Торы. И с этой мыслью, со своей правотой, они жили примерно 20 лет. Когда же Йосиф открылся им, они поняли, что все это было ошибкой. И Медраш объясняет, что они не могли ответить ему, потому что не могли выдержать его упреки. Вы понимаете, как страшно? Человек иногда живет целую жизнь уверенностью, что он правильно живет, хорошо. А потом, если всмотреться, да это вообще глобальное заблуждение. Получается, есть возможность, что человек будет идти по определенному пути, действовать согласно его, думать, что это правильный, достойный путь, будучи уверенным, что правда с ним. Возможно, поскольку человек шел по нему годами, этот путь уже настолько укоренился в нем, что он даже помыслить не может, что он основан на ошибке и ведет к гибели. Очень часто и в наших отношениях с близкими, и с друзьями, мы, простроив какую-то линию, считаем себя правыми, а потом, если посмотреться, да не так это. Как человек должен проверить вообще, правильно идет он или неправильно. Во-первых, само по себе осознание того, что любой человек в состоянии ошибиться, уже помогает нам хотя бы проверять свои пути и поступки. Поэтому и сказано, что человек должен в конце дня подвести какие-то итоги дня, причем незаинтересованным взглядом, чтобы понять, а то можно бежать и не туда. Во-вторых, надо всегда оглядываться на какое-то прошлое, и мудрецов прошлых поколений. Ведь если мы задумываемся, что произошло с продажей Иосифа, то увидим, что теория, которую братья выстроили, она была какой-то новизной. Это не было тем, что учили наши прадцы. Это не было в истории еврейского народа. Это не было в истории вообще такого. Это пути новые. Все новые пути надо проверять. Иногда человек придумывает всякую ахинею, или начинает верить во всякую ахинею, а думает, что идем путем Божьим. Иногда надо сверять. А вдруг она не тот путь? А вдруг это что-то не так? А вдруг я заблудился? Представляете, насколько это заблуждение опаснее любого другого? Всю жизнь идти не в ту сторону. Что может быть страшнее? Закругляемся. Цель человеческой жизни – научиться верить им. А все события в повседневной жизни человека – это экзамены по этому предмету. Вот соедините эти две вещи, посмотрите на свою жизнь, как на экзамен, и многое может поменяться. Брахава, слаха, всего самого лучшего. И не болейте, пожалуйста. Продолжение следует...